Вновь всех приветствую на своем канале и этот обзор будет посвящен моему заказу в магазине Green Mama, который я сегодня получила. Заказ я делала в основном рассчитанный на лето, очень долго ждала этой акции. Сейчас у них проходит акция на летнюю косметику, точнее солнцезащитную косметику и при заказе одного средства можно выбрать одно в подарок. На данный момент, вот сегодня буквально я проверяла, у них можно выбрать только два подарка, то бишь даже если вы заказите три средства этой серии, то все равно получаете только два подарка. Ну в принципе неплохо, плюс у меня еще был бонус возмещения и бонус за красоту, который со вчерашнего дня уже не накапливается и его можно будет потратить только до 5 мая, если у вас он есть. То есть у меня осталось 240 рублей, они мне в принципе без надобности, если вдруг кому-то захочется сделать заказ, я могу поспособствовать и сделать заказ со своего аккаунта. Ну там соответственно можете написать в личку ВКонтакте с адресом или прочим. Там можно сделать доставку почтой, либо на базу выдачи, либо как-то еще и доставка даже есть курьером. Ну и соответственно напомню, что бонусами можно оплатить до половины заказа, то бишь если делать заказ на 480 рублей, то 240 вы можете заплатить этими бонусами. Ну и перехожу непосредственно к самому заказу. В общем подарки были с сроком годности до августа этого года, но я считаю, что в принципе если солнцезащитка, то как раз на лето и хватит. Плюс я пользовалась уже этими средствами солнцезащитными и у меня оставался крем перед загаром, которым использоваться надо. И он у меня хранился потом год и где-то допустим он был до мая прошлого года, но он еще летом вполне был юзабелен и ничем не пах таким другим и неприятным и вполне себе защищал. В общем что я заказала. Соответственно все это было опять в пакетиках. Я заказала вот такой гель для душа, освежающий гель для душа. Кто у нас тут? Эвкалипт и мята. 250 миллилитров. Мне он очень нравится, но он у них и раньше был дорогой и сейчас он по-моему около 300 рублей стоит. Я врать не буду. В принципе я могу сейчас уточнить. У меня тут документ есть. Тут у меня учитаны бонусы. Я заплатила за этот заказ. Так у меня заказ вышел на 700 рублей. Минус бонусы, не поверите, 666. Плюс доставка 300 рублей. Заплатила 334 рубля плюс 2 подарка и сам заказ. Я считаю, что в принципе довольно выгодно вышло. В общем освежающий гель для душа эвкалипт. Он 297 рублей стоит. И вообще этот гель для душа очень нравится моей тетушке. Ну и что нравится мне? Не знаю. Может быть ей подарю, может быть оставлю себе. Летом им лучше всего пользоваться. Вот он также тут заклеен скотчиком. Тут довольно такой вполне хороший дозатор. Он прозрачный. Очень хорошо пахнет мятой. В принципе сейчас могу даже понюхать, чтобы вспомнить эффект. Да, он пахнет очень свежо мятой. И возможно может быть отдает эвкалиптом. И в общем в жаркую погоду очень хорошо спасает под душем. Он освежает превосходно. Но в холоду лучше бы им не пользоваться, потому что можно замерзнуть. Ну после открытия он хранится 4 месяца. Но в принципе если правильно хранить, то вполне может похраниться и дольше. И срок годности у него до марта 2018 года. Так. Дальше я потом заказывала. Я что-то не забыла. Я ждала долго пока отправят эту посылку. В общем бальзам для волос у меня был и молочко для загара. В подарок мне пришло. Я выбрала молочко после загара и шампунь кондиционер. Вообще шампуни я кажется у них не пробовала. Но вот молочко после загара мне как-то приходило пару раз в подарок. Правда приходило почему-то зимой. Я его пользовала. Но вполне нормально. Его можно пользоваться просто после душа мне кажется. Несмотря на то, что там оно летнее и после загара. В общем что это у нас? Как раз увлажняющее молочко после загара. довольно большой флакон. Это серия, кстати, Денис Азарнин. Солнечный круг. Загар, жовный и красивый. Сколько у нас тут миллилитров? Что-то заклеено. Пожалуй, здесь вот гляну. Да, вот оно 170 миллилитров. В общем, вот такое вот. Оно, кажется, там с людой обработано. Да, и поэтому я его не вскрою. Но я пока не буду вскрывать. Если кому-то будет интересно, я могу где-нибудь в мае сделать обзор именно вот этой серии. Так. Это у нас молочко для загара. Непосредственно которое вот как раз к нему в подарок шло. Я его уже пробовала. И вот именно то, которое у меня хранилось потом до мая сроком годности, оно очень хорошее. Хватало и с девчонками. Я тогда с Данкой ее компанией тусовалась. И с Женькой мы пользовали. Очень хорошее молочко. И действительно загар ровный. Хотя я не страдаю как-то. У меня кожа смуглая и солнце в принципе быстро прилипает. Но иногда бывает обгораю. Вот он помогал не обгорать. После открытия 6 месяцев. Ну так же в принципе если хранить нормально, то ничего ему не случится. Очень хорошее. Тут подозреваю тоже будет. Да, тут тоже слюда зафольгировано. Ну оно по-моему белое. Белое такое цветом. И действительно ближе к молочку. Ну и последний у меня пакетик. Это тоже кстати было в пакетике. Это у меня шампунька и бальзамка. Я тут не знала, узнала, что оказыволосы имеют свойство горать на солнце. Ну да, вот 32 года прожила и тут вдруг заметила. Ну и поэтому решила его попробовать. Плюс отзывы конечно на него были хорошие. Ну и потом Гринмама. В принципе там у них очень редко что что-то плохое получается. Все-таки я вскрыла нормально этот пакетик. Развязала этот узелок. Это у нас бальзам для волос. СВФ-03. Так. И шампунь. Вот точно не уверена, возможно я все-таки пробовала этот шампунь. что я давно уже и в принципе занимаюсь. За 5 лет можно многое забыть. Но вот это действительно до августа 2016 года. И вот это до июля 2017. Опа, по 250 мл. В принципе можно посмотреть, понюхать. Приятно пахнет. Довольно густой. Надеюсь не настолько густой, как у них есть такие шампуни. Акоцепт там очень густой бальзам. И я один раз покупала, больше не рискнула, потому что очень неудобно выдавливать. И он действительно очень-очень густой. Он тут на 2 минуты. Ну и для большего длительного эффекта на 10-15 минут в виде маски. Что у нас тут в составе? Из такого пальзей, лезвенного, можно сказать. В общем, экстракт кедра, виноградных косточек, масла. В принципе, масло виноградных косточек можно пользовать вместо бальзама. В общем, нанести масло бальзама в виноградных, пардон, косточек на тело и использовать его перед загаром. Как раз вот тот же эффект. В принципе. Потом шиничный протеин, экстракт шиповника, лопуха и экстракта бельпихи. В принципе, неплохой состав. Правда, как обычно, я вот стала замечательной Green Mami на некоторых средствах. Именно вот на Денисе Азарнине вначале идет там вода и прочая химия, а уже потом весь такой натуральный состав. Ну и тут у нас в принципе то же самое. Тут же самый кедр, шиповник, экстракт лопуха, даже ароматизатор имеется и рапсовое масло. И это довольно, в принципе, дешевая такая вот косметика по сравнению с другой Green Mami, точнее Денис Азарнин, оно в принципе считается такая более бюджетный вариант Green Mami. Ну и сколько оно стоило. В общем, бальзам для волос стоил 129 рублей и молочко для загара 274. Я в принципе считаю, что это недорого и нормальное, учитывая, что качество косметики хорошее и эффект от применения тоже вполне нормальный. Ну вот такой вот обзор, если он вам был хоть чуточку интересен и чем-то полезен, то я буду рада. Ну и на новых встреч пока!